в моем понятии существует наверное два правильных подчеркиваю в моем понятии два правильных способа организации зимовки и они отличаются формы и конструкции улья что я имею ввиду если мы имеем виду классический примеру одностенный либо утепленный лежак с сплошным дном с отсутствием или наличием это не играет роль верхнего рядка то есть классический улей в котором водили наши деды прадеды то моем понятии вентиляция в таком улье организовывается в зимний период если погода позволяет морозы не опускаются ниже 30 или долго не держится медном холодной зимовки что это значит мы не сокращаем верхний и нижний леток защищаем их только от мышей сверху на рамках может быть лежать холстик либо потолочные дощечки легкая легкая ткань которая ограничивает ну пускай так назовем ограничивает выход воздуха вот в таком виде семья уходит на зимовку сразу после закармливания то есть уже как мы сняли магазин на ставки мы уже семью закормили они в таком случае очень правильно размещают кормовые запасы ложа клуба образуют напротив литка они подра они сверху под потолочными как обычно и когда семья садится то в настоящее время еще и семьи вот даже в час у нас которых не видно не потому что они слабы они так хорошо сидят и дальше это полностью соответствует методу классическому зимовке пчел то есть они ложа клуба размещают сам внизу рамок и первую половину зимовки ещё не дошли до верха подымаются вверх 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 упирают там в потолочный холстик и начинается двигаться задней стенке что в принципе противоестественно для движения клуба то есть клубу двигаться только вверх исторически так была вода код вот этот процесс когда он двигается только вверх нужно максимально максимально оттянуть когда он вынужден будет двигаться в направлении к задней стенке. Вот это вот первое мое видение организации зимовки. Еще раз подчеркну. Ульи любое типа содержания, любой системы, но, подчеркиваю, в этом улье сплошное дно. Что касается организаций второго варианта зимовки, это в ульях ППС, ППУ, это ульи утепленные, не утепленные, но сечным дном, то зимовка организована в этих ульях по принципу и мне, кстати, лично, вот лично мне этот тип зимовки нравится в большей степени, организована по принципу, ну, я называю это женской юбки, перевернутой банки, колокола, как хотите называйте, но смысл зимовки заключается в том, что мы обеспечиваем непроницаемый потолок и сечное дно. Что это значит? Сверху на улье лежит или прикрывает рамки пленка, которая выходит за пределы размера корпуса, образует так называемую юбочку и сверху плотно-плотно прилегающая крышка, которая прижимает пленку и в крышке утепление. Вот у меня, ну, 5 сантиметров, как определить, подходит ли вам утепление и его размер или нет? Все это довольно просто. Если в весенний период вы видите, что семья, которая начала выращивать расплод, умудрилась растопить там по центру вот этой крышки снег, то есть такое лежит по периметру снега, по центру уже растаял. Значит, толщины утепления недостаточно, и поэтому вот это утепление мы должны увеличить. У меня 5 сантиметров экструдировано пенополистирола, можно любой другой пенопласт, в принципе, разницы нет. Единственное, что он подшит фольгированный пеноизол. Есть такая ткань, которая используется для утепления, с одной стороны фольга, а другая такая рыхлая ткань. Он подшит обязательно для возвращения тепла в улей. И принцип зимовки совершенно другой, то есть через воздухобмен проходит не через диток, а проходит через сечетое дно. Все тепло подымается вверх, забирает влагу и потихоньку опускается вниз, выходит через сечетое дно. В принципе, в таком типе зимовки у меня зимует уже большинство семей. Зимуем и так уже год шестой или седьмой. видим только перспективы, независимо от температуры. Что касается, был хороший вопрос, когда я ложу подушки. На самом деле у меня при, вот первом варианте, который рассказывает организация зимовки в Додановских уляхах, мы их называем, очень четко известно время, когда я ложу подушки. Я стараюсь, сейчас хватает гугла, хватает разных сайтов, которые являются температурными, то есть показывают температуру погодными. Я стараюсь положить подушки за 5-10 дней до облета. Вот за это время, но в Беларуси это приблизительно 23-25 февраля. Мы проходим всю пасеку и утепляем очень хорошо. Подушки сверху, подушки с боков, максимально утепляем. И вы не поверите, в условиях Беларуси очень часто это является стартом начала яйцекладки матки. Вы можете сказать, что матка по литературным источникам начинает уже откладывать яйца или червить там в январе, феврале. А вот мы к концу февраля. Поверьте мне, ни одна эта семья не проиграла в развитии тем, которые были утеплены в зиму полностью. И этому есть логическое объяснение. В первую очередь за счет потребления кормов, за счет того, что не выходит бесполезная пчела. Я очень легко докажу, что пчела, которая вышла в январе, бесполезна. Вот, к примеру, там, условно 25 января матка отложила первое яйцо. Условно, 21 день, обратно же, просто не придираясь к моим числам, 15 февраля эта пчела вышла из ячейки. Через 15 дней она должна быть стать летной и испражниться. Итого 1 февраля, или 1 марта. А она не может 1 марта еще испражниться, потому что облета не было. И, как правило, эти пчелы потихоньку погибают и осыпаются в подмор. Вопрос, какой эффект был от этой пчелы, кроме затрат семьи на выкармливание, на согревание, истощение жирового тела в клубе, потому что они не могли принести там пирогу и приходится белок давать за счет собственного жирового тела. И мы получаем бесполезный расплод, бесполезные проблемы пасеки. При организации холодной зимовки мы сами решаем, когда у них будет расплод. Что касается организации зимовки, связанной с утеплением додановских ульев. я заметил, что после того, как мы перестали утеплять, вот сразу скажу о погоде, чтобы вы себе представили. На сегодняшний день додановских ульях у меня зимует немного, семей под 30, ну, в такой холодной методом зимовки. Вчера у нас было 24, позавчера 27, а, простите, там, три дня назад 26. Вот такие жестокие морозы, днем было 21-22. Даже душа не шелыхнулась, потому что, я считаю, это нормальная погода для хорошей семьи, которая обеспечена кормом и зимует без утепления.